Здравствуйте. Добрый день. Поступают вопросы. Поступают вопросы, как играть, ну, какие, наверное, уточняющие какие-то вопросы, и мы решили, мы решили снять это видео, несколько видео на тему, на тему непосредственно механики игры. Итак, игры магия языка, которые разработаны, разработаны и созданы нами, как в них играть. Итак, мы начнем демонстрацию с игры «Магия языка. Бизнес-возражение», то есть с игры, которая нацелена на то, чтобы мы порепетировали, и таким образом можно работать в бизнес-возражении. Конечно, мы берем игроков, в данном случае это мы, «Магия». Да. Мы берем поле. Поле – это вот, ну, оно есть там в… В наборе. В наборе, да. Карточки, которые важны для игры, собственно говоря, игру-то делает по большому счету не поле, а игру делают карточки, потому что здесь вот находится возражение. много. Около сорока восьми. Около сорока восьми. Немножечко дублируются, так, для, там, количества. Вот. Находятся возражения. Возражения, с которыми, так или иначе, сталкиваются люди в переговорах, в протажах, ну, там, некоторый, некоторый такой набор базовых, наверное, возражений. Вот. Они были собраны, они были, там, благодаря, в том числе, нашим коллегам некоторым. С чем мы будем работать? Карточки. Вот. Сюда, значит, у нас выкладываем карточки, отсюда их будем играть. Дальше. Фишка. Ставим в произвольном месте. Это без разницы. Специальный кубик. Восьмигранный, восьмигранный, потому что вот здесь вот на карте нарисовано, как им ходить. Все. К большому счету, это вся механика игры. Поступают вопросы на тему того, что такое циферки на названиях фокусов языка здесь, на поле. Циферки рядышком со всеми фокусами языка, это нумерация фокусов языка по их основателю Роберту Дьюксу, по его книге. Ну, собственно говоря, это как некоторые наши дань преемственности, потому что можно посмотреть, что у нас здесь вот два изменения размера фрейма, сужения, расширения, они под одним и тем же номером, и иерархия критерий. Эмиссия тоже схожи и фокусы языка, они уроки даются были вместе. Мы оставили ненавиацию для этой самой приятельницы. Да. Но для игры и для изучения фокусов языка они, в общем-то, значение не будут. Например, что даем уважение и двигаемся дальше. Соответственно, тоже по поводу поля еще немножечко. для названия фокусов языка на поле они все продублированы в книжечке, которая с игрой идет. Здесь все их описания. Мы сейчас об этом тоже каснемся. Книжечки написаны. Какие фокусы языка, чего употребляют. Расчифровывается структура каждого из фокусов языка описано. И есть примеры, как каждый из фокусов можно использовать в разных форматах. Соответственно, то, что написано по бокам, дедукция, индукция, тредукция, и счастье, убеждение, цели, и все остальное прочее, это тоже такие некоторые напоминалки. Они, опять же, напомянуты вот здесь. Собственно говоря, опять же, здесь написано. И это видео как одни из элементов для обучения, для пояснения, как пример того, как можно работать с этой игрой. Для навыков гейммастеров мы столкнулись с тем, мы поняли, и, собственно говоря, все наши коллеги, которые эту игру покупали, важным является все-таки фигура ведущего, который знает больше. Ну и, собственно говоря, подсказки, вот повторюсь, здесь подсказки и здесь подсказки, они в том числе, наверное, больше для ведущего. Пусть они будут для него. Тем не менее, нужно все-таки понимать, что эту игру мы задумывали, как доступную всем. Те, кто изучал фокусы языка, они с этой игрой справятся легко, потому что им знакома идея, им понятна, и игра помогает тренировать фокусы языка в разных форматах. Каскады, демирно, работа с разными вариантами возражений, с разных контекстов и разных сфер. Для людей, которые не сталкивались, эта игра, опять же, полезна с точки зрения работы со своими стратегиями мышления, со знакомством с фокусами языка, и поэтому мы и описали для них вот эту красивую методичку, где все фокусы языка описаны, все уровни, да, и все стили мышления тоже описаны для понимания. Поэтому мы сейчас вот это видео делаем, да, такое презентационное, ну, чтобы можно было со стороны посмотреть, как это выглядит, и как можно в разных вариантах играть. И напоминаем, да, напоминаем в том числе для тех, кто будет самостоятельно осваивать игру еще раз. Ну, и для нейлперов напоминаем. Фокусы языка как стратегии мышления. Не просто как слова, а как стоящие заданиями стратегии мышления, собственно говоря, таблица и вот эта вся разработка заключается в том, что эти самые стратегии мышления их как раз нашли. Нашли и четко описали. Четко описали вот здесь, показали вот здесь. Вот эти вот стили мышления, нацелены там на разные, и дают фокусы языка, да, но вместе с тем они просто дают, вот давайте, если уже мы даже не будем особо привязываться к непосредственным фокусам языка, как будто бы, да, как будто бы, например, нам какая разница. То просто мы понимаем, что мы можем работать с целями разными способами. Мы можем работать с непосредственно сенсорикой разными способами. То есть это уже способ, способ гибко карактерировать, ну, собственно, происходящее, происходящее вообще и управлять собственной картой. Смысл фокусов языка в том числе и в этом. Роберт Дилтс об этом писал. О том, что нужно обязательно тренировать их так, чтобы вот стратегии мышления, стоящие за ними, делались. Ну, собственно говоря, вот это сделались. Теперь можно тренировать быстрее, лучше. Ну, и теперь еще и выбрал их. Итак, первый вариант игры, который мы хотим показать именно вот в процессе динамики. Говорят очень простой. Как будто мы сейчас играем в соревновательном режиме. Я играю за себя, Юля играет за себя. Предположим, мы просто отдел продаж некоторой фирмы, и вот мы в рамках некоторого тренинга будем тренироваться, собственно, работать с этими самыми возражениями. Вот, пожалуйста, Юль. Вот фишка стоит где-то. Где-то она стоит, да. Один. Один. Смотрим вот сюда. Вот здесь вот нарисовано, что один это вверх. Мы двигаемся вверх. Все. Применение к себе. Фишка показывает фокус языка, который нужно будет сделать, а карточки берутся здесь. Да. Я беру карточку, и вот к этому возражению… А ты будешь? Ну, я почитаю, конечно. Я к этому возражению использую фокус языка, применение к себе. Карточки. Не нужно меня убеждать, я сам лучше знаю. Это, например, говорит нам клиент. И мы клиенту можем сказать. Конечно же, вы разобрались во всех марках автомобилей, которые представлены у нас в салоне. И поэтому мы можем перейти с вами уже непосредственно к 0-2. Карточку покажем. Вот. Вот так вот выглядят карточки. Мы, по-моему, их уже показывали, да? Угу. Вот тут личики людей, которые… Довольные. Угу. Соответственно, здесь… Еще раз повторим все, да? Здесь описаны фокусы языка, описаны модели применения. Можно как бы вот это даже… Даже здесь же просто людям, например, говорить про то же самое применение к себе. Здесь вот там, например… Вот, например, есть. Тоже надо показать. Да, конечно, показать. Вот. Обратите внимание, да? Здесь и фокус языка, расписан как, что, и примеры есть. Какие-то такие там где-то и с вопросом, где-то еще как. По всем, кстати, по всем вариантам. Это гуманистическое, провокативное, болевое применение, вербовочное. То есть, все, что хотим, все можно освоить по вот этой вот… То есть, фактически, мы сделали ход, взяли карточку. Поэтому, если мы не знаем, что такое фокус языка применения к себе, посмотрели в методичке и дали ответ на это возражение клиента с учетом фокуса языка применения к себе. Да? И если ответ моей, мой, да, или моей команды в отделе продаж успешен, да, если он действительно заставляет клиента задуматься, да, и, там, немножко переключиться в другое рассмотрение вопроса, мы считаем этот ответ успешный и… Вы считаем наш ответ успешный? Считаем, считаем успешным ответить, Юлина. Вот. Мы оставляем карточку в Сибири. Вот это, это элемент, да, это элемент соревновательности. У нас здесь такое есть. То есть, мы дальше… Ну, фокус переходит ко мне, это больше нет. Это дело, что, если бы было больше людей, ну, соответственно, там, так по-глубой ход и ходит. Шесть. Шесть. Двигаемся. Вот. Вниз по диагонали, да, то есть, мы все равно ориентируемся на указатели. По стрелочкам. Да, я беру, я беру следующую, беру следующую карточку. Так же там, ну, мы можем так же там и посмотреть, ну, вот. Если что-то делать, то делать это надо хорошо. Фокус языка – объединение. Если вы знаете, вы отвечаете. Если нужно уточнить, вы смотрите, как строится этот фокус языка, наши методички. Ну, да, как бы во всем нужно стремиться к лучшему. Стремиться к большему. Говорю я. Ну, да. Красиво. Хорошо сказал. Ну, значит, я тоже победил. Вот, значит, мне тоже как. Пожалуйста, ты молодец. Да, но если, например, там, ну, скажем, если мы играем в формате, что там кто-то лучше знает, да, кто-то там гейммастер вот этого всего, вот, то тогда, например, вопросами, там, хождения по полю и всего остального занимается один человек, другие просто придумывают. Ну, и он в том числе, как некоторый экспертный товарищ, может говорить, вот у вас получилось хорошо, возьмите карточку к себе и с полки пиража. Да. Вот, а кому-то, может сказать, вот получилось не очень, потому что вот, вот, в том числе под книжечки, например, вот это не важно. Да. Один из критериев оценки хорошо или нехорошо является не то, что понравилось там вашей или противоположной команде, да, что ответили, а соответствует ли ответ в структуре каждого из фокусов языка. То есть вот на эти вещи мы обращаем внимание. Именно структура фокусов языка управляет вниманием клиента. И если вы владеете, каждая из них, ну, практически на уровне автоматизма, вы повышаете свою эффективность в коммуникации. Угу. Ну что? Угу. Ну что? Угу. Восемь. Это? Да. Восемь – это по диагонали вверх, эрархия критериев и возражения. Вот так оно выглядит. Вы слишком много хотите за свои деньги. Главное, чтобы то, чего я хочу, было качественным. Мы остаемся в поле убеждения, да, фиксируя внимание на ценности, на качестве товара. Угу. 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 У вас нет опыта работы в нашей отрасли, вы нас не поймете. Это хорошо, что у меня нет опыта работы в вашей отрасли. Это значит, что у меня незамыленный взгляд. Я могу, как бы, ну, такие четкие структуры применять именно к вам, смотреть, как оно, как бы, как оно в вашей отрасли. Это вообще, наверное, был бы отличный ответ коуча клиенту, который говорит, вы не разбираетесь в моей сфере, да? В жизни вы не разбираетесь, вы же не живете там, сколько я там, я с теми, с кем я, да, поэтому вы некомпетентны в том, чтобы вот заниматься коучингом. Угу. Угу. Вот в таком формате, да, мы можем продолжать играть, отрабатывая все боксы языка, да, по отдельности. Это по отдельности, да. Предположим, предположим, что вот, например, предыдущий мой заход в свежий взгляд оказался, ну, плохим, да, фигню, как я сказал, допустим, да? Тогда, значит, эта карточка, ну, возвращается обратно. Вот просто раз, то есть, да, то, например, и все. У меня только получается одна карточка, у Юлии две карточки. Да. Ну, например, вот Юля больше молодец. Хорошо. Вот. Второй вариант. Это хорошо. Здесь же, здесь же второй вариант, когда мы играем, ну, точнее, не совсем уже играем, а когда мы, наверное, наоборот, делаем это процессом, процессом создания чего-то общеполезного. Ну, то есть, опять же, мы остаемся здесь, да, в рамках игры по работе с возражениями, и, например, мы уже не двух против дружки играем, там, для раскачивания своего мозга, а мы, например, играем для того, чтобы все вместе, всей командой, да, создать наилучшие, наилучшие супер ответы, там, на клиентские возражения. Это некоторый мозговой штурм, да, с использованием прокурсов языка, да, и формирование удачных ответов, которые могут действительно в дальнейшем стать и текстами, да, при продающими его работающими с возражениями. Которые могут пойти в скрипты, которые могут, или, например, давайте так, например, там, ну, предположим, в том, что вот мы с Юлией, да, сейчас являемся два образа, там, двух специалистов, там, кто-то из нас это руководитель, ну, или специалист отдела обучения, а кто-то другой из нас это руководитель отдела продаж, ну, или ведущий продавец. Да, например, да. Вот, и вот мы вдвоем собрались, есть, есть у нас, как вот, игра, да, есть у нас технологии с точки зрения обучения, есть у нас понимание, вот, специфики с точки зрения продаж, и наша задача по, там, по каким-то количеству возражений создать, создать то, что потом уйдет, уйдет в отдел продаж. В качестве тренингов, может быть, да, или в качестве методичек, или в качестве просто вот каких-то, каких вот, типа, говорите вот так, отвечайте вот так за учителя и говорите, вот. Для этого нам уже не достаточно одного какого-то фрукса языка. Для этого мы, ну, прекрасно все понимают, да, что аргументация – это всегда, ну, некая такая последовательность мысли, для которой ведет человека куда-то. Вот, поэтому мы здесь будем использовать то, что называется, то, что называется каскад фокусов языка. Ну, каскад фокусов языка, да. Примените, примените нескольких, и все, и тут уже, тут уже, как бы, у нас нету там… Работаем в команде. Работаем в команде, да, там, с кого-то, может быть, начинается это, ну, или вся команда, тут и на самом деле там не так шва. Мы выбираем карточку. Опять. Опять мы видим скептичного человека, который высказывает вполне себе эмоции, да, это не будет работать никогда, говорит нам этот самый человек. – Угу. – Все, и мы начинаем. – Пять. – Последствия. – Последствия. – Ну, давайте, например, я начну, да, это не будет работать никогда. Если, если мы продолжаем так думать, да, если мы будем в этот вид, то мы не сможем попробовать, да, мы не сможем там, там, поэкспериментировать, мы будем закрыты, закрыты вот нового, ну, и, скорее всего, вот там, возможно, будет какая-то стагнация. Ух, следы, да? Последствия. Идем дальше. Мы его запоминаем или записываем. – Запоминаем, да, записываем. – Семь. Это у нас вот сюда. – Другой результат. На то же самое. – Угу. – На это не будет работать. – Ну, с другой стороны, мы будем ориентированы на те варианты, которые могут принести нам результат, искать эти варианты. – Угу. – Угу. – Угу. – Объединяем предыдущее со следующим. – И мы уже можем строить, строить некоторую фразу общую, да, то есть, если мы будем так думать, то есть, нам это не будет работать никогда, да, объединяя последствия и видим результаты. Если, если продолжать так думать, мы будем закрыты всего нового. При этом можно же рассматривать некоторые варианты, которые выглядят перспективно, и искать что-то новое. – Вот у нас, пожалуйста, два фруксерика. И мы на этом можем не останавливаться. Мы можем продолжать, например, четыре. – Четыре. – И это стратегия реальности. И этот вход переходит ко мне, но в случае, когда людей больше, он уходит по кругу, например. И стратегию реальности добавляем к этому. Опять же мы отвечаем на то же самое, это не будет работать никогда. – Конечно, так как у нас вот сейчас шло наше развитие, да, по тем условиям, в которых наша фирма развивалась, делалась, то, наверное, действительно в этих условиях сложно увидеть, ну, что есть какие-то другие варианты. Возможно, мы попадаемся вот в какие-то уже привычные схемы. – Да, ловушка опыта, да? – Ловушка опыта, то, что называется. И мы туда же присоединяем к последствиям и другому стратегию реальности, да. Если так продолжать думать, мы закрываемся от ноут. Хотя мы могли бы, в принципе, рассматривать некоторые варианты, которые там, ну, так или иначе будут перспективно, ну, там, в разумном смысле, конечно, рассматривать, да. Ну, опять же, чтобы не оставаться в этой самой ловушке опыта, когда, может быть, мы силу опыта своего, да, опять же, можем не видеть. – И эта фраза – это уже аргументированная речь на фразу. Это не будет работать никогда. Мы выдаем некоторую речь, и она звучит достаточно убедительно, потому что туда заложены уже, как минимум, три. Мы использовали разные фокусы внимания, о которых человеку, который эту фразу произносит, ну, придется подумать, да. Мы немножко расширяем поле его, вот, там, анализа и там. – Ну, мы можем, конечно, и дальше добавлять, да, например, три, движемся в сужении фрейма, да, и добиваем это, например, говорим, ну, вот, конкретно, 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 там, в смысле логистики. Вот вчера, например, было такое, я прочитал какие-то предложения, да, или какие-то новые темы. Мы выделяем определенную область, я себя ловлю на том, что мне каждый раз хочется объяснить, почему мы используем фразу, раскрывая структуру фокуса языка. Наверное, тренерство нужно. Почему так? А потому что вот так. Что такое фокус? Да, мы здесь сейчас больше про динамику игры, да, мы не будем говорить непосредственно про фокус языка. Повторимся. Книжечка. Да, все написано. Книжечка, да. Вот еще, такой, как в качестве некоторого там нашего большого подарка всем, да, содержимое этой книжечки, ну, по крайней мере, в описании фокусов языка, оно доступно на нашем сайте. То есть, в принципе, не нужно считать, что мы нарисовали там красивую картинку и теперь вот все, типа, не, пожалуйста, все описано. То есть, есть некоторые вещи, которые, ну, пожалуйста, надо покупать, там некоторые собранные, та же самая игра, ну, некоторые вещи мы действительно рассказали. На сайте доступно описаны те вопросы. Пожалуйста, можете эти описания, можете эти алгоритмы, которые здесь описаны, включать, включать в обучение, включать в свои тренинги. Вот. Ну что ж, это, это вот, что касается, что касается игры «Магия, языка, бизнес, возражения» в двух форматах. В формате, там, тренировки, каждый сам для себя и в формате, в формате вот таком создания, создания скриптов, да, создания, создания текстов, фактически, там, условно, да, потому что, там, потом их все равно нужно как-то, наверное, начать причесывать, в, там, там, и эти, эти варианты игры можно комбинировать. То есть, сам за себя тоже можно, чтобы каждый, там, ну, вот я, например, взял, да, взял карточку одну, кинул, значит, вот у меня, сейчас, вот у меня, значит, миссия, а второй фокус языка иерархия критерий, совпало, да? Это бессмысленная трата времени, говорит человек. И я на это говорю «миссия с иерархией критериев». Ну, вообще, в мире очень многие бессмысленные вещи, ну, как бы, были важны для человечества. Самое главное, чтобы здесь и сейчас вы нашли то, что, то, что будет осмысленным. Да. Вот играть можно и самостоятельно. То есть, если есть задача потренировать фокусы языка, если есть задача вообще прокачать себя по, там, стилям мышления, по уровням, по контекстам, по целям, да, по полю, вообще, убеждений, то, собственно говоря, вы можете самостоятельно, там, брать, ну, играть, формировать тексты разной длины, да, формировать разные переходы. Тем самым вы просто, опять же, прокачиваете свою эффективность коммуникации. Это к вопросу о том, а нужно ли, там, сколько человек нужно, да, на самом деле, сколько угодно, да, можно играть одному, можно играть, там, вдвоем. Если эта команда немножко меняется формат, потому что мы заметили, что, например, играют три человека, и там у каждого, там, за спиной еще кто-то стоит. Те, кто стоят за спиной, тоже играют, поверьте. Они тоже мыслят, и им тоже хочется поучаствовать, они предлагают свои варианты. Как вариант, как вариант, можно играть в, ну, несколько команд. Вот то, что сейчас, когда Юля задавайте, там, переподытожить. Когда, например, ну, не игроки сидят, а, ну, по несколько, по три-четыре, например, человек, и тогда там попадающая им, ну, там, карточка с фокусом языка, с двумя, с тремя фокусами языка, например. Им это идет, да, и они, например, вот все вместе думают, и это тоже хорошо, да. Либо, например, скажем, там, такой вариант, когда будет, например, две команды всего, допустим, тут пять человек, там пять человек, ну, и геймастер, да. Тогда, например, одно возражение, ну, или, скажем, два возражения. Ну, давайте сначала одно, да. Например, одно возражение, и я, как геймастер, кидаю вот этот самый, кидаю кубик, собственно, опять у нас, например, миссия, иерархия критерия, кубик застрял здесь. Да, причем то же самое, да. Отсунуть другое. Итак, кубик показал нам миссия, иерархия критерия, модель мира, применение в себе, вот такую вот цепочку. Да, прям красиво получилось, уровень ценности, да. И каждый должен быть компетентен во всем. И я, например, пожалуйста, я говорю, я как ведущий объявляю. Господам, две команды, снотоки, да. Вот вам убеждение, вот вам цепочка, и вот вам… Три минуты. Ну, у меня часов нету, поэтому, допустим, три или пять минут времени. Все, ну, там, время пошло. И они, там, начинают шуршать друг друга, да, там… Вот это вот, как… Как оно называется? Штур-стоки, когда мне нравится. Да, там… Дебаты, да. Дебаты, да. Там, какие-то слова, там, бред непонятный. В общем, прикольно. Обсуждают, обсуждают. Пять минут закончились. Одна команда представляет, например, свой спич, вторая команда представляет. Очень интересный формат. Все. Ну, прекрасно. И, как бы, тоже можем… То есть, да, процесс творческий. Те варианты, которые мы вам предлагаем, ну, вот, прям, берите, играйте. Если, там, возникают идеи о том, что нужно, там, что-то поотрабатывать, потренировать, ради бога, да, там, сочетать можно разными способами. Главное, чтобы вам было это интересно. Потому что, действительно, до того, как эта игра была создана, как тренировать фокусы языка. Вот, там, 14 вот этих по циферкам, да, вот этих паттернов было, вот их, там, списком, и начинаешь какое-то убеждение просто крутить. Поверьте, это очень занудно и скучно. Даже, да, нелперы, которые, там, сильны в фокусах языка, которые тренировали их, вот, в большей степени на волевых усилиях, да, то есть, там, такая мощная мотивация. В игровом формате это гораздо интереснее и легче. И система, которая заложена вот в эту таблицу, здесь вот, не просто так вот эти фокусы языка расписаны, здесь есть четкая логика. И когда вы начинаете ею пользоваться, процесс идет гораздо быстрее и легче. и еще один момент, момент про кубик. То, что кубик позволяет нам двигаться вот так вот, как бы, по полю, практически создавая такую змейку, нам очень помогает вот в тех самых вариантах игры, когда мы занимаемся каскадами, да, или длинными структурами фокусы языка. Потому что, получается, получается сглаженный, получается мягкие переходы, получается, что мы, там, не просто там ду-ду-ду-ду, там, что-то такое сказали, да, а… Управляемая эта пресса. Управляемая, да. Когда мы, когда мы смещаемся, там, от модели мышления, к модели мышления, например, оставаясь в рамках, ну, в рамках слоя, да, либо когда мы остаемся в рамках одной модели мышления, мы меняем, скажем, слои, слои карты, да, то это, получается, как бы это рядом, эти мысли рядом, они… Для психики, да, они выглядят, они воспринимаются очень логично, естественно, то есть не возникает конфликта. Вот, там, нейронные слои, да, там, типа, возбуждение в нейронных слоях нарастает, да, и распространяется как-то плавнее, потому что… Не через две ступеньки, да, а по одной. Если мы, скажем, сильно противоположное что-то скажем, да, вот человеку может возникнуть такой транс, который вообще непонятно о чем, и выход из коммуникации, да. То есть, если, например, у нас там, мы резко перейдем от модели мира, например, в последствия, да, или от последствий куда-нибудь там, не знаю, к сужению фрейма, эти скачки для восприятия нашего обычно, да, будет как-то очень выглядеть неоднозначно и неадекватно. То есть, мозг будет затрачивать огромное количество энергии, чтобы вот ту внутреннюю логику найти, конечно, найдет, но со скрипом. Поэтому вот плавные переходы, они как раз таки обеспечивают то, что клиент будет воспринимать ваш ответ, вашу речь логичной, естественной, да, и научаясь этими штуками пользоваться, вы практически доходите на общий язык с клиентом быстрее. Ну что ж, это вот про варианты этой игры.